Глава округа встретился с местными предпринимателями и банкирами. Обсудили меры поддержки бизнеса в условиях введения санкций и подписали новые инвестиционные соглашения. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня непростая ситуация. Складывается в экономике, санкции и прочее. В том, что у нас есть такие установки, максимально сохранить те наработки в бизнесе, которые сложились за те годы. По крайней мере, сохранить и объемы, и рабочие места. В Люберецком округе 35 крупных предприятий, где трудится около 14 тысяч человек. Все продолжают работу, но сейчас многие вынуждены менять поставщиков и приспосабливаться к условиям введенных санкций. Предприятия имеют низкий риск. То есть мы ожидаем, что в целом не будет никаких серьезных потрясений. В то же время есть вопросы порядка компаний, которые в настоящее время для того, чтобы сохранить коллективы, рассматривать вопрос перехода на неполную рабочую неделю. Директор Союза промышленников и предпринимателей Люберецкого района предложил создать в округе оперативный штаб по мерам поддержки бизнеса. В него войдут представители администрации, налоговых органов, банков и трудовой инспекции. Мы выступили с предложением о предоставлении предприятиям вплоть до беспроцентных кредитов в размере 30% от оборота, месячного оборота и объявлении налоговых каникул хотя бы на полгода, чтобы сейчас была оборотка, пока наладится новый канал поставок и, соответственно, новый канал избыта. Представители Альфа-банка, ВТБ и Промсвязь банка представили доступные системы кредитования для малого и среднего бизнеса. Ставка по такому кредиту для малого бизнеса 13,5, для субъектов среднего бизнеса 15 годовых, сумма для малого бизнеса по одному договору 300 миллионов рублей, количество договоров не ограничено. По среднему бизнесу это миллиард рублей. В конце встречи глава округа подписал соглашение о сопровождении инвестиционных проектов с «Лазурь» и МТО «Лазурь» и ООО «Альтернатива». Общий объем инвестиций составит 970 миллионов рублей. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.